Здравствуйте, с вами календарь рыболова на канале Трофей. Наступил февраль, последний месяц зимы. На улице со второй половины недели снова похолодает, поэтому рыба будет держаться более глубоких мест водоема, кроме щуки, у которой вскоре начнется преднерестовый сезон миграции. На этой неделе, кроме нее, мы будем ловить судака и густеру. Но обо всем по порядку. В первой неделе февраля ожидается небольшое похолодание. Температура днем опустится до минус двух градусов, а ночью будет доходить до минус шести. Лед по-прежнему остается крайне опасным, так что не рекомендуем выходить на него без посалок и пешни. На протяжении всей недели будет сохраняться облачная погода. Солнце выглянет только к воскресенью. Атмосферное давление играет огромную роль в поведении рыбы. Когда она завышена или наоборот слишком низкая, рыба перестает питаться. Особенно это относится к открытым водоемам. Лучший клев наблюдается, когда давление слегка понижено, что и произойдет во второй половине недели, когда достигнет 740-730 мм ртутного столба. Густера в это время обычно держатся частей водоема со слабым течением. Положительным моментом в ее ловле будет то, что она не очень требовательна к насыщенности воды кислородом. Ее можно будет успешно ловить на больших озерах и водохранилищах, где глубина достигает 10 метров. В неглубоких водоемах ее можно будет найти в местах с глинистым или илистым дном. Ловят ее в начале февраля, в основном на поплавочную удочку или кивок с мормышкой. Мормышку берут небольшую, с крючком номер 2-2,5. Лучше, если мормышка будет темного цвета, без металлической окраски. Кивок берется как можно чувствительнее, леска 0,07-0,1 мм. Применение при кормке не обязательно, но крайне желательно. Хорошо для этой цели подойдет рубленый мотыль, часть из которого можно раздавить для большего запаха. Пока на улице не потеплело, удачная ловля судака проходит преимущественно в утренние часы. В это время рыба держится глубины 2-4 метров, к середине дня опускается до 9 метров, а то и глубже. В это время он держится за коряженных мест водоема, в бровках и местах водоема с рельефным дном. Судак часто передвигается по водоему, временами на расстояние до 15 километров, поэтому значительную часть времени займет поиск стай этой рыбы. Самая успешная ловля судака проходит на блесну. Лучше взять несколько оснащенных удочек, так как во время активного клева, который как правило длится недолго, нельзя терять время на перевязку блесны. Суть метода такова, блесна опускается почти на самое дно, после чего небольшими рывками поднимается вверх на небольшое расстояние, затем стремительно опускается на дно. Самая результативная ловля щуки проходит в ранние утренние часы, до восхода и во время него. В это время хищница начинает охотиться, выбираясь на мелководье, что длится недолго. На части водоемов у щуки уже начинается преднерестовая миграция и в основном она держится от тех мест, глубина которых не превышает двух метров. Жерлицы используем на водоемах со стабильным льдом, а спиннинг с искусственной приманкой на открытой воде. Удилище для ловли берется тестом до 30 грамм и длиной до 3 метров. В качестве лески лучше взять зимний шнур, так как он обладает куда большей чувствительностью. В качестве приманки берутся блесны темных оттенков или воблеры. Наибольшие результаты приносит ловли на джиг, для чего как правило зимой берутся небольшие приманки. Подведем итог. Погодные условия в сочетании с атмосферным давлением обещают повышенную активность рыбы во второй половине недели. Густеру ловим на поплавочную удочку на сравнительно большой глубине. Желательно использование при кормке. Судака также ловим со дна, лучше всего в ранние часы, пока рыба не утратила свою активность. Щуку на открытой воде ловим на спиннинг, на блесна или джиговые приманки. А на небольших водоемах, где лед еще достаточно прочен, продолжаем использовать жерлицы. В целом нас ждет достаточно увлекательная и оживленная неделя. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю.